На сцене Крепчук Дмитрий, город Минск. Развеши свежного, размеши меня, размеши меня. Дим, привет. Здрасте. На что потратите деньги, если вы играете? Ну, я даже не знаю. Наверное, они будут куда-то отложены, потому что, как бы, у меня есть жена. Как бы. Куда-то отложены, потому что где-то их не хватает. И поэтому теперь я вынужден тратить деньги с умом. Что очень непривычно и неприятно. Да, да, да. Так обычно вот что-то придумал, сразу же купил. Через неделю подумал, нафига купил. Но уже купил. А теперь жена думает о вас. А теперь я придумываю, что хочу купить. Мне дается неделя на размышления о смысле, действительно ли тебе это надо. Не даются деньги. И если надо, тогда можно. Давай. Дим, мы желаем тебе удачи. Начнем. Виктор понял, что его адвокат так себе, когда он перед тем, как защищать, спросил у судьи, а можно своими словами? Если верить шестикласснику Коле, пролив Гибралтар находится в глазу у учительницы, потому что именно туда он ткнул указкой. Еще по надписям в лифте дембель понял, что света его не дождалась. Конкурс красоты в вытрезвителе задерживается на полчаса, так как не подвезли еще двух красавцев. Пенсионерка Петрова поняла, что переборщила с удобрениями только после того, как кабачки сожгли ей дачу. Так как лучшая защита — это нападение, опоздавший пятиклассник зашел на урок с фразой «Да вы что, тут охренели все». Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев во время «Оргазма» говорит «Ой-ой-ой, как здорово!» Дим, это по-настоящему смешно. Вы выигрываете одну тысячу гривен, мы вас с этим поздравляем. Спасибо. Будем продолжать в таком же духе? Да, давайте попробуем продолжить. Комар отпил крови у алкоголика Петровича и решил позвонить своей бывшей. Пенсионерка Петрова назвала дочку «Пятница», чтобы не забыть, когда поле чудес. На похоронах трудовика чего-чего от обуреток хватало с лихвой. Девушка моряка дальнего плавания даже сказать не успела, что у нее голова болит. Восьмидесятилетняя Клавдия... Восьмидесятилетняя Клавдия Ивановна знает, что на нее никто не подумает и спокойно сжет кнопки в лифте. Футболисты сборной Беларуси после матча остаются на поле и показывают зрителям голы, не вошедшие в матч. Пассажир поезда «Минск-Киев» понял, что что-то не так, когда по вагону с напряженным лицом прошел Стивен Сигал. Маша всего на один день не дождалась своего парня из армии. Она бы, конечно, не дождалась его и раньше, просто шанс выпал именно на этот день. Вы выигрываете 5000 гривен. И я вам скажу, что по шуткам-то у вас вообще все в порядке. Там ребята уже готовы были засмеяться. Но я верю в вас, я знал, что вы размешите. Тяжело, тяжело. Не просто деньги-то зарабатываются. Если бы было легко, мы бы вообще сидели без денег, отдавали бы вам всем. Так, да, нужно осмыслить шутки теперь. Давай, может быть, там поменяем местами что-то. Может, посоветоваться с женой. Ну, нет, долго будет дозваниваться. Ну, давайте попробуем. Тогда третья минута и 10 тысяч гривен. Когда из зоопарка сбежал леопард, Оля очень пожалела, что именно в этот день она надела леопардовое платье. Новости политики. Из-за оторванной петельки президенту Гондураса на собрании стран ООН пришлось сидеть в куртке. Пенсионерка Сидорова поняла, что хватит откладывать на похороны, когда нашла себя в списке журнала Forbes. Карлсон, который живет на крыше, подрался с бомжом, который хотел жить там же. Ольга и Максим, убегая от медведя по лесу, очень жалели, что купили именно малиновые презервативы. Издеваешься ты, Дмитрий, над нашими комиками, издеваешься. Ты бедный. У меня есть иногда такое ощущение, что они вот-вот лопнут сейчас. Мы вас поздравляем, 10 тысяч гривен у вас есть. Спасибо. Нужно время, чтобы подумать, забрать деньги, либо идти дальше. Ну да. Ну, как бы, давайте попробуем еще один раунд. Четвертая минута началась. Учитель истории в сельской школе, которому ученики каждый год копают картошку, вырвал из всех учебников параграф об отмене крепостного права. Монах, хранивший обет молчания 30 лет, поддался влиянию толпы и во время съемок «Поле чудес» крикнул «Приз!» В белорусских сельских школах из-за отсутствия учебников по анатомии дырка в стене бани одобрена Министерством образования. По не совсем обычному носу у снеговика стало ясно, что где-то рядом находится секс-шоп. Неопытный врач, чтобы проверить, умер пациент или нет, начал щекотать ему пятки. Последнее, что помнит матернувшийся в церкви Игорь, это прилетевшая в лоб кадила. Вчера Дункан Маклауд умер в очереди в регистратуру одной из киевских поликлиник. Проходили, стояли. Правдиво, правдиво, да. Я вас поздравляю, вы выигрываете 20 тысяч гривен. Я напоминаю всем телезрителям, что у Дмитрия осталась одна минута, чтобы заработать наш главный приз. Я думаю, что нужно остановиться. Я оцениваю, какие шутки у меня остались. И как бы лучше какая-то там маленькая птичка в руке, чем... Ничего себе, у вас птичка маленькая какая-то. Аппетит какой, а? Поэтому... Дима, а сколько вообще осталось вот так вот на вскидку шуток? Ну, сколько? Ну, как бы шуток-то еще много, но проблема в том, что вот самые, в которые я верил, самые смешные я уже прочитал. Поэтому остались такие, где прям будет риск, и он мне не совсем нужен. Вот так. То есть ты хочешь забрать 20? Да. Да. Зарабатываешь 20 тысяч, грин. Размеши свежного, сделай, чтоб парень спеялся. Размеши свежного, и под столом валяться. Размеши свежного, пусть нам очень колготки. Размеши свежного, но только не... Хороший юмор, да? Очень достойный. Да, формулировки, смешно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ